доброе утро всем дядечка там гуляет у нас сегодня опять замечательная погода у меня уже клиенты сейчас записались оля оля соседи наши здесь это они не русские они сейчас лучше смотрю знаете смотрю везде инстаграм и здесь магазины у нас на следующей неделе черная пятница но она наверное дня три-четыре будет вот черная пятница в испании всегда в конец недели но нам везде так конец ноября вот и вот 27 по моему ноября выходит в этом году я вот не знаю откроет у нас магазин или не откроет тому что по идее нам вот эти все меры преподнесли на две недели то есть до следующего понедельника у нас зараженность упалась прям достаточно так знаете заметно чарли накакал а вот но это еще не значит что нас всех откроют поэтому может мы без черной пятницы останется а вообще хорошие скидки навсегда на этот праздник но мне что-то кажется что нас не откроют потому что не знаю все ломанутся в магазины и опять мочала мочала начнем все сначала ну ладно мне в принципе особо ничего и не надо ну так пошарахаться посмотреть было бы интересно посмотрим в этом году без черной пятницы тоже совсем не смешно у меня опять света нет и представляете опять клиентка та позвонила которая в прошлый раз помните приходила свет при ней вырубился вообще не что за фигня красного огонька не горит а где еще посмотреть вот тут тоже не горит чувствит что нет нигде нет ничего не написали не объявление никакого ничего еще за херня не пойму что за фигня буду сестре звонить спрошу у нее она тут живет за углом с у нее спрошу есть мысли давно ли его отключить чё за фигня позвонила сестре она сказала что где-то лишь висит объявление везде говорит висит объявление что до 10 30 чарли винты теме сказала не уходить он не выходит в 10 30 включить свет что какой-то там что-то сломалась я не вижу ни одного объявления на этой улице где я прошла нигде нет никакого явления мы будем надеяться что в 10 30 дадут причем говорит по всему городу мы поживем увидим а что делать как раз клиентка по и при выйдет в 11 дом в 11 30 идет ой блин смотрите какие пунктуальные а ну ни фига себе прям время 32 минуты я уже дома сейчас это я сегодня доедаю все что есть доедаю и морковка по-корейски там осталось все у нас и и салаты из это где-то он там в общем доедаю сегодня сегодня у меня знаете какой тяжелый день в плане не то что там работа физическая а морально потому что вы знаете парикмахер они же такие как психологи или что-то да и вот пока укладываешь или ждешь покраску нужно же еще и быть выслушать все и там поговорить в общем и меня вот такие клиенты тяжелом а тяжело и морально я лучше знаете но тоже молча работать парикмахеру как бы не это не неудобно поэтому приходится разговаривать в общем тяжело морально я бы знаете говорю молча бы целый день как у станка стояла бы укладывала всех красила и наверное не так бы устала как вот некоторых клиентах слушать выслушивать их проблемы их не знаю чё и там всем же знаете поддакивать надо не будешь против даже если ты не согласен с их мнением не надо спорить там еще что-то в общем да как то так я себе уже каштаны сделала потом себе ватрушечку королевскую с чаем за вацию ну а сейчас кстати маску надо выбросать нет но мне от нее нужна вот эта часть кстати в красота отберу отберу отодру к прилепить к моей маске потому что этом резинки пришивала а резинки видимо некачественные кстати вот эту штуку тоже можно отрезать в общем переделаем эту маску и сделаем другую вот я пошла кушать я сегодня так немного запоздала с работой поэтому очень хочу есть сейчас еще один мужчина придет проезжал тут мимо вот вообще знаете у меня некоторые спрашивают ой оксана какой тебя график работы там как ты работаешь знаете у меня все больше я склоняюсь в этим вот ситуации у нас что у меня нет никакого графика работы у меня знаете какой график работы во сколько мне позвонит клиент скажет можно в такое-то время прийти в такое-то время я и приезжаю ну несмотря на утром естественно каждый день приезжаю а вот после обеда вот как позвонят так и приеду вот поэтому у меня какого-то особого графика такого в принципе то и нету раньше я помню когда открыл свою парикмахерскую я ездила с утра и до вечера я здесь даже оставалась представляете возила себе еду мне там кстати есть микроволновка есть все дела чайник привозила но это такая скукотища у нас деревня знаете в горе вот и здесь вот я уже много раз говорила сейчас находит такая вот на улице тепло вроде бы да на улице днем у нас до 30 градусов доходит а ночью там вот уже солнце село там 15-16 градусов но люди уже затапливают свои камины и вот они знаете по старинке обычно вот у людей здесь такие столы на них такие вот толстые скатерти под столом там специально такое такие столы специально с дырками туда вставляется специальные обогреватели и вот они этой скатертью а вот как бы укрываются там вот тепло сидя вот так за столом всей семьей то есть включает свои обогреватели и около них сидят смотрят телевизор или еще что-то и все они уже на улице никто не выходит в принципе здесь наверху у нас как говорится на горе некуда и ходить особо и то есть после обеда сюда приезжать мы просто нет нереально как бы им но вот сейчас с такой ситуации люди все чаще и чаще привыкают знаете к чему звонить и записываться на по записи вот то есть если они раньше приходили когда им вздумается сейчас они мне звонят и по записи приходят в общем мне даже это больше нравится потому что не тупо приезжают сюда и сижу как дурак иногда даже и просто просто как говорится это приехал уже отработал хотя вот я сегодня работала мужчина тоже мимо проезжал кстати тот мужчина сын той бабушки которая болела вот этой вот заразой он тоже болел ну вот полторы недели назад им уже разрешили выходить и вот он кстати проезжал видимо сработали еще куда-то хотя нет с работы нет потому что он работал в баре а бары сейчас закрыты нель просто проезжал и говорит его мама раньше стригла но мама вот пора она слабенькая еще и видимо его не стрижет там машинка чуть-чуть он говорит я говорю да приходи а приходы то есть не даже сейчас так лучше по записи и сейчас могут с чарли после кстати ну клиентку мою сегодня типа окно он такая знаете я говорила вам что в общем типа окнули и и ну нет он не прям вот прям типа окнула прихватил монакой испугалась еще в общем то жесть она он был у меня закрыт а вот и и в общем там не не вина даже моего чарли а вина самой клиентки но не речь не об этом а вот если собака закрыта если то это почему-то она там закрыты правильно вот хотя его не но есть такая как говорится клиентки такие которые я не знаю собаки чувствуют или что я вижу что чарли мой недолюбливает некоторых клиентов и когда я вижу такую ситуацию то я просто его напросто закрываю ну как знаете мы любят собаки не такие же как мы люди увидят кого-то вот с одного взгляда уже не нравится человек да смотрите что творят прикольно красно я тоже так хочу класс еще и поет кто мне нравится ли аррибату класс супер смотрите вот я нахожусь на плае лагвардия у нас нубладу то есть облачно совершенно верно на улице 19 градусов 83 процента влажности и вода 18 градусов что-то мне пойду я наверно знаете что попробую ноябрь месяц пробуем водичку блин она шикарная друзья вода класс ни капельки не холодная я вообще мерзлячка и воду холодную просто ненавижу у меня причем когда ледяная вода начинают судороги а тут вообще шикарно класс 17 ноября я нырнула класс муж короче шел на улицу он там что-то в машине закрыл забыл а этот не пошел теперь сидит плачет к кипа ну а ты не пошел на место папе ну листа все а ты сам не пошел не согласился теперь нейрон иной на где играть нет не хочет играть не хочет видеть на страже нечего ныть чё теперь страдаешь сам не пошел а теперь страдаешь чего кипа за иди поцелуй я еще даже не успела раздеться где целоваться где целоваться мне не может слова так сидеть будешь страдать дальше да дальше будешь страдать иди поцелуй у меня там это так и сидим картина маслом смотрите какой он у меня красивый когда вот так ушки поставит ой на страже какой же он красивый ты мой сладкая рыбка иди целоваться иди целоваться иди целоваться давай целоваться иди поцелуй иди поцелуй пожду чай себе заварю ой пить так хочется пойду чай себе заварю с этим соблепиха надо мне тут сорвать этот мяту где-то тут есть в темноте ничего не видно мяту срывала так прямо ютубы черная смородина мята имбирь сейчас еще лимон кину такая вот маленькая кружечка будет у меня такой и меда к ложечку туда тяпну вот но все равно не выдержу пока он согреется пить очень хочется сушняк тогда сделаем небольшую распаковочку в общем пришли мы не мне вот такой вот пакетик вот пока я там блуждала ходила главное позвонила этот как его зовут почтальон и говорит вам посылка пришла ну хотя не вам здесь все на ты обращают тебе посылка пришла тебя дома нет я говорю нету я говорю а в этот ящик положите положишь он говорит дом немножко толстенький я бы ну двери там пока мы болтали и муж ему дверь в общем открыл угу там нет не открывают не открывают я верну тогда все вопрос решет атака быть отставил бы на пару прям на пол веке ничего бы не случилось в общем что я заказала ну что могу заказать что сейчас актуально то и заказала угадать что сейчас актуально конечно же открываем что же сейчас актуально что же актуально в общем маски все ходят у нас в разноцветных масках и я думаю а что я так дурак и не в грозовой маске расскажите мне пожалуйста смотрите какая красота что-то на маленькая какая-то что-то на маленькая хотя не нормально ну-ка ну-ка ну что ну красота какова красота какова какова ну классно я теряю на тренде чуть-чуть пахнет китаем пахнет китаем у меня еще должна быть посылка ее наверное завтра привезут в общем со всеми печатями смотрите это вот не хирургическая это вот та которая 95 которая 95 процентов не пропускает и не впускает вот эту вот всякую заразу для работы я вот такими масками пользуюсь для похода в магазин в общем вот это вот вот это вот самое что а ну и муж не стыбзит я думала их две в одну слепили здесь до 20 штук в общем у меня там еще одна посылочка должна быть так что на днях мы ее раскроем ну все друзья вот такой вот небольшой посылочку пришла ладно будем теперь ходить красивыми какая же классная погода у нас сегодня вообще шикардо стою вот ночнушки на балкончике и на улице намного теплее чем дома ну как намного на один градус еще туманного не видно ничего вот там туман такой в облачном что там ждет и вот за люди за людьми наблюдая правда у нас тут немного людей на на это на улице уже уже вообще скоро комендантский час начнется у нас десяти часов комендантский час до шести утра то есть десяти вечера нам нельзя выходить на улицу она я в принципе в это время уже монтирую влог и отдыхаю все друзья с вами прощаться до завтра сегодня так устала вообще когда все не по плану ну как по плану и не день такой сумбурный получается так что я пошла пить свой свою кружечку чая с вами буду прощаться до завтра всего самого лучшего